напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать что запечатлено на этом необычном фото времен ссср а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео эта фотография сделана в 1972 году в набережных челнах на фото перевозка деревянного дома видно как тяжелый трактор к 700 кировец везет деревянный трехоконный дом причем перевозит он его целиком экономия материалов рабочей силы и денежных средств в этом случае составляет до 50 процентов по сравнению с разборкой перевозкой частей дома и сборкой на новом месте дома перевозились на расстояние до 10 20 километров такое сейчас делают пожалуй лишь в сша что делают женщины на этом фото времен ссср это фото 70-х годов на котором будущие мамы делают специальные дыхательные упражнения во время подготовки к родам советское время у женщин не было такой мощной информационной поддержки как сегодня на курсах для беременных в женских консультациях у психолога в интернете однако в ссср природ домах имелись специальные группы где велись специальные занятия для беременных женщин какой напиток любил лёня из кинофильма когда деревья были большими почему в ссср строили дома в девять этажей они в десять этажей по строительным нормам в домах в 10 и выше этажей нужно устанавливать два лифта поэтому из-за экономии средств и сдать больше жилой площади при большем количестве постройки домов руководством ссср было решено строить девятиэтажные дома с одним лифтом помимо второго лифта в девятиэтажных зданиях не требовались системы дымоудаления подпора воздуха и специальные эвакуационные пути а это значительно влияло на стоимость постройки как в народе назывался брезентовый туристический рюкзак колобок это круглый брезентовый мешок с двумя бестолковыми лямками объемом 20 60 литров ключевое слово тут круглый вернее шарообразный для упаковки колобка требовалось умение мастер рюкзака внутрь надо было каким-то образом упаковать кучу кубических угловатых вещей которые не должны были давить в спину какой советский композитор написал музыку к песне последняя электричка последняя электричка популярная песня композитора давида тухманова на стихи михаила ножкина впервые прозвучала в 1966 году в радиопередаче с добрым утром в исполнении владимира макарова позже песня вошла в репертуар многих советских исполнителей а сколько стоил в восьмидесятых годах майонез провансаль в банке производство майонеза в ссср началось в 1936 году с личного одобрения сталина 250 граммовая банка майонеза провансаль стоила 50 одну копейку что в советские времена в семидесятых годах делали на этом приборе в домашних условиях фотоувеличитель юность это оптика механический прибор предназначенный для получения увеличенных черно-белых фотографий с негативной фотопленки 35 миллиметров устройство создает действительное увеличенное изображение негатива на фотобумаге при помощи искусственного источника света лампы мощностью до 60 ватт в ссср производились и другие марки фотоувеличителей такие как искра юность дон ленинград таврия и другие как назывался популярный у кавказцев ссср головной убор который был на голове у мимино в 1970-х годах по ссср распространилась мода на кавказские кепки аэродромы их популярность стала сходить на нет лишь после распада союза как назывался небольшой грузовик оборудованный для торговли в сельских районах в ссср в малонаселенные отдаленные села где не было стационарных магазинов товары привозили на грузовичках зил или газ они назывались автолавками и их ждали как праздника а кого в ссср называли бичами бич расшифровывалась как бывший интеллигентный человек так в советские времена называли опустившихся людей какой любимый советскими гражданами продукт изобрел американец в 1853 году была запатентована технология сгущения молока с сахаром ее автором был американский изобретатель гейл бордин зачем советские граждане обивали двери дерматином советские двери были очень тонкими поэтому хорошо пропускали звуки и холод из подъезда в квартиру для теплоизоляции и звукоизоляции двери обивали дерматином а как в ссср называлась бюро международного молодежного туризма 3 июня 1958 года распоряжением совета министров было создано бюро международного молодежного туризма спутник которая стала крупнейшей в мире молодежной туристской организацией создание спутника было связано с необходимостью пополнения бюджета в лксм а также укрепление связи с зарубежной молодежью какого из этих предметов не было в списке украденных из квартиры шпака в фильме иван васильевич меняет профессию милославский украл из квартиры шпака три магнитофона три кинокамеры заграничных три портсигара отечественных куртка замшевая 3 телевизора среди украденных вещей не значилось а на машине с какими номерами уехал в дубровку семён семёнович горбунков из бриллиантовой руки соседка горбункова сообщила милиционеру уехал в дубровку минут двадцать назад на такси бежевая волга 2870 ого 28 рублей 70 копеек это цена 10 пол литровых бутылок водки после подорожания что это за приспособление времен ссср изображенная на фото это специальная ложка которая всегда висела в хлебобулочных магазинах для проверки мягкости хлеба и булок каждый покупатель мог с помощью данной ложки легко проверить свежесть хлеба не притрагиваясь к нему руками сколько утят перебегала дорогу в сцене погони по горному серпантину в фильме кавказская пленница зрители наверное помнит эпизод из фильма кавказская пленница с уткой и утятами пытающимися перебежать дорогу в сцене погони по горному серпантину рядом с мамой уткой было семь птенцов кого в советском цирке называли коверный а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео коверный это клоун выступающий в перерывах между номерами или сопровождающий отдельные номера шутками или комическими трюками происхождение этого термина связано с тем что раньше клоуны часто занимали своими выступлениями время когда на арене убирали или расстилали ковры а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего она используется на арене убирали напишите в комментариях ваш вариант ответа что это за устройство и для чего она используется надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест